Доброе утро, Полтава! Сегодня у нас вот такие гости. Ольга Стенько, правильно я фамилию? Конечно, правильно. И как зовут вашего любимца? И замечательный Буся. Почему сегодня Олю пригласили? Я вам отвечу. Оля, в первую очередь, неспокойная волонтерская душа. Знаю ее уже два года. Она все время в теме. Волонтерство, вы сами знаете, что расшифровывать не будем. Но вы Олю часто можете увидеть на общественных грандиозных мероприятиях. В оранжевом жилете, в лазере, она все время ищет, кому бы сделать первую медицинскую помощь. Я не могу сказать, что я сама ищу. Но все равно. Оль, ну сегодня вот ты у нас с нами вот с таким гостем. Кто это, что это? Это суперпозитивный зверь. Его полное имя Гай Робус Джекпотович Манюнькин. Ого. Вот, что, что, вот. Что серьезно? Да, все очень серьезно, потому что это там, вот, их питомники, расплодники, там, наследственность, паспорта. Вот, но мы его зовем Буся. Когда щенок только родился, мне сказали, выбирай имя. Я говорю, мне все равно, мне главное, чтобы я звала его Бусей. Ну, вот, как-то так и получилось. У вас один? Да, у нас Буся один, есть еще Няша. Вот, это отдельная история, я сейчас расскажу. Ну, первый у нас появился Бусечка, потому что предыдущие годы у нас были крысы, морские свинки, хомячки. Они замечательные животные, но по темпераменту, то есть понятно, что как можно вот общаться с хомяком, который все время сидит в клетке и ест. Ну, начали выбирать кошки, у нас с кошками не складывается, учитывая их независимый характер, с собаками нужно гулять. И муж мне предложил рассмотреть замечательных таких хорей. И вот этот хорек, киевлянин коренной в нескольких поколениях, мы ездили его забирать прямо вот из Киева. Там отдельная история, хватит там эссе написать, может быть, даже рассказ. И вот так у нас появился замечательное чудо, которое терроризировало всю семью в течение целого месяца. Он кусался, он рассказывал, что он главный. Вот такая малявка была в семье главной, а мы жили по его режиму. А потом заводчики нам предложили ему братика передать. И уже вот второй хорек, он сегодня у нас дома спит, я его не брала, он приехал к нам поездом сам. И с тех пор у нас просто филичита. Они дружат друг с другом, это были два мальчика, мы их стерилизовали, там тоже есть причины объективные. И вот в итоге уже почти 6 лет живут у нас такие замечательные звери. А сколько они живут? Живут они, ну, говорят, 10-12 лет, ну, вот как собачки в среднем. Может быть, ну, известно, что там, когда и дольше проживали, но самый такой вот средний возраст, лет 8. Это, конечно, печально. Кто веселого приносит он семью? Ну, во-первых, идут все люди, смотрят и улыбаются. То есть ни одного человека этот звери не оставляет равнодушным. Он постоянно держит в тонусе, потому что цветы живут на самых верхних полках. Ему обязательно нужно проверить все сумки. И они у них, видишь, какая лапка, вот пальчики, да? Они запросто вот берут и открывают ящики, молнии. Единственная прелесть, что они не умеют прыгать, какие ноты. Вот, то есть вот хорек только лазит. Но если уже хорь себе поставил цель, то он туда доберется. Он там коробки притащит, он подождет, пока стул где-то ближе поставят. Ну, то есть он заберется наверх. Ждет момента. Ждет момента. Они ужасные охотники. И вот и в случае наших городских, так сказать, реалий, понятно, что мышек мы не можем обеспечить. Мыши, которые были дома, разбежались в первую же зиму. Он заснет? Нет. Он вот, да. Сейчас еще расскажу интересную историю. Но Буся охотится за надувными шарами. Это невероятно. Это только появляется в его поле зрения надувной шар. Он все равно, он его долезет. И он его достанет, даже если ставить его куда-то далеко. Хори насчет сна. Хори спят по 20 часов в сутки. Остальные часа 4, они настолько активны. То есть встал хорек там, покушал, там сходил в лоточек. Проверил все, все выкопал. Там порядки навел, пошел, поспал. Где-то кто-то новый появляется, он слышит еще до того, как человек только еще в дверь не позвонил. Уже просыпается хорек. И он уже ждет. Сейчас, вот сейчас. Если приходит кто-то новый, надо, конечно, попробовать на зуб. Покажу сейчас. Зубки, да? Как у хорошего кота. Да, как у хорошего кота. Ну вот, когти. В отличие от котов, когти не прячут. Он кусает людей, которые приходят к вам, получается? Ну, я бы не сказала насчет кусает. Ну, я вот его гладила, он меня довольно-таки... Ну, цапнул? Не-не-не, довольно-таки любя, обеобиленно. Потому что мы на открытой территории. Он у нас альфа-самец, он у нас самый главный защитник в доме. Вот. Ну, когда мы сами дома, то, понятно, есть иерархия в семье. Если приходят гости, он-то предполагает, что никто не знает, что он не главный. Поэтому обязательно нужно всех обследовать. Есть люди, которые он не кусал, никогда вообще не грыз. То есть пришел, понюхал, легся на ногах и лежит. Ну, это редкость. Но в основном нужно хоть чуть-чуть, вот, хоть капельку он уцапнул. Вот скажите, кроме шебушного характера, то есть когда он лезет везде что-то искать, цветочки перерывает, какие еще бывают сложности все-таки в содержании хорьков? Ну, во-первых, это запах. Они все-таки дают? Они запах дают, когда щеночки, когда вот они маленькие растут, пока у них идет период полового созревания. У них есть вот эти анальные железы, ну, как у сконца. Но у сконцев говорят, что они там как-то не могут постоянно брызгать. Хори, то есть мне кажется, это бездонный мешок, который просто нещерпаемый. Нет, они не метят. Они при случае опасности, то есть это их защитный механизм, когда они маленькие. У взрослого хоря есть зубы, когти, а вот у маленького зверька, когда они щеночки еще, у них есть только этот ужасный, просто ужасный-ужасный запах. Ну, мы своих уже, ну, у нас хорьки стерилизованные, и вместе со стерилизацией, да, ему дали литерпель. Это нужно перетерпеть. Ну, и сейчас они пахнут, вот такой у них запах специфический, так же, как вот пахнут там. Ничего военного плохого. Мне очень нравится, он похож на водки, я обожаю. Они линяют, линька как-то? Ну, вот шерсть какая-то, в принципе, видишь, есть, но не так много. Опять же, тот же самый кот. По сравнению с кошками и собаками, я бы не сказала, что много. Из плюсов, его можно содержать в клетке, когда нас нет дома или ночи, когда мы спим, то у хорей огромная такая клетка, вот, пожалуй, вот такой вот высоты, там у них полочки, то есть достаточно пространства, чтобы они там учиняли кавардак. Но они, в основном, ночные животные. Если их не прятать, то бессонная ночь будет не только у хозяев, но иногда, наверное, и у соседей. Много ли у нас любителей в Полтаве от хорей, таких хорьков? Мне сложно сказать, но я знаю, что клуб, видимо, есть, но как-то, насколько мне известно, заводчики, которые в Полтаве, это недостоверная информация, это по слухам, хорей, когда они рождаются, вот в чуночках, их содержат в клетках. И они дикие, то есть они вот первое время, вот, мы брали именно из домашнего питомника, то есть это квартира, в квартире вот эти все, они привыкли к рукам, они уже были привычные, там, целоваться, прийти, там, лизнуть в нос, и они совершенно, ну, очень социализированные были тогда. Треблет. И сейчас он, ну, хорь уже нагулялся, он получил своих... Кстати, вот, знаешь, почему он спит? Потому что он на руках, и он понял, что у него сейчас нет шанса выскочить. У хорей есть два замечательных, много черт характера. Ну, если хорь понимает, что он не может, ну, там, выбраться, да, из ситуации, ну, вот сейчас вот с рук слезать, он знает, я его все равно не отпущу, он лежит, поспит. Если я его сейчас поставил, он сейчас тут чухнет, наведет порядок. Ляжь, поспи, и все пройдет. Все пройдет. Это, ну, это точно про хорей. И второе, если их загоняешь, даже в узком туннеле, загоняешь в тупик, то есть вот он от тебя там, ну, бегает, или там как-то прядь, и он доходит до конца, он разворачивается мгновенно. Вот он идет, и сразу в волну, и сразу нападает. Я никого не вижу, то есть ни собаки, ни кошки, ни крыс, они забиваются в угол, скалятся. У хоря нету вот этих вот секунд, когда бы он там на тебя скалился. То есть он бросается сразу, он сразу идет в атаку. Ну, мы в боевых условиях их не видели, вот в играх это замечательно. Даже вот такая вот труба, если пролезла голова, то хоря умудряется там как-то развернуться, и все, и он уже здесь. Стоимость вообще, за сколько денег вы его брали, и сколько сейчас, к примеру, стоит такая прелесть, чтобы себе дома? Ну, здесь вообще, ну, здесь очень сложно говорить, потому что цены клеблятся. Это реки Тикитави. Ну, это его очень близкие родственники. Очень близкие родственники. На рынке когда-то мы разговаривали за хорьков, мы отдавали морскую свинку, вот, опять же, то сейчас отдельная история, сейчас расскажу. И заговорили, что вот отдаем, потому что хорьки пытаются ее съесть, и даже клетка, то есть мы, ну, она нервничает, ну, животное мучится, и все такое, ну, вот принесли там. И разговаривали за хорьков, и когда увидели фотографии, то типа как бы заводчик говорит, да, я таких отдаю бесплатно. Ну, я думаю, что это было бы только сказать, то есть если у Буси там другая форма головы, вот у него тут пятнышки, все, то второй вот Динечка, он типичный хорь, каких можно там приплюснутая морда, вот такие вот полоски, команда. То есть есть какие-то критерии, все равно у них. Как-то отбирает, да. Но я за день, я очень рада, что именно вот такие у нас хори, потому что они ласковые, они воспитанные, они отлично знают лоток. И, ну, вот за Бусю мы заплатили, тогда еще доллар был по 8, 200 долларов. А за Динечку 80 гривен, ну, то есть фактически 100. Много это или мало, ну, каждый решает сам, но тарады, они очень много времени занимают, потому что есть такая поговорка, нельзя просто так взять и не потискать хоря. Хочешь, кстати, кто хочет потискать? Я хочу потискать, я хочу потискать. Вот. Такой прикольный. Он единственная штука когти. Кушают они, у нас они на сыром мясе. Вот, то есть это курица. Курица сырая, ну, разве что, может быть, немножко подогретая кипятком, вот горячей водой. Мы не используем каши, там, какие-то горячие, скажи. Сарафунька, это теплая. Сарафунька, это очень приятная. У них температура, кстати, 42 градуса. Как у собак. Да. И, то есть, сырая курица и сухой корм для, ну, там, он специальный, с повышенным содержанием белка. Где-то читал, при 42 погибает ротовое плит. Здорово, сколько содержать месяц выходит одного хорька? Мы никогда не считали. На среднем. Ну, он же ж не так много. Ну, вот серьезно. А вот на двух хорей в день уходит четвертинка курицы. Иногда остается, иногда они там ходят, смотрят голодными глазами. Буся ест вот только, ну, основа питания, то, чем я сказала. Денечка у нас еще, если где-то достается свинина, то он приходит и танцует на хвосте. А ему, надо сказать, у него такой большой живот. И он на вот это все. То есть, он такой, он очень крупный, он тяжеленький. И вот это вот все, то есть, он стоит, он даже плачет. Он ложится, он обнимает ногу. Обязательно. То есть, если ты выходишь на кухню, ну, Буся выйдет, посмотрит и уйдет. А Денечка приходит, у него своя полка. И вот пока только еще не успеваешь достать посуду, смотришь, у тебя уже хорек лежит на полке. Они морозостойки, ну, как они? Он дрожит просто потому, что он хочет подражать. А, и у него не страшно? Если хор хочет подражать, нет. Вот ему просто вот хочется подражать. Может быть, он сонный. Вот мы шли, что-то он дрожал. Но это никак не сонно. Да, они могут в мороз. Пару раз мы их закрывали на балконе в мороз, в снег. Вот. То есть, закрываешь, потому что ищешь хорька, а хорька нет. А приходишь, он в снегу там свернулся, укопался. Ну, нормально, не болеют, ничего? Ну, нет. В основном их болезни у нас были связаны, там, косточку проглотил, то есть такое чего-то. И я теперь себе хочу такое животное. Ну, опять же, есть нюансы, либо цветы, либо хорек. То есть, хорек, если он видит землю. Либо цветы под потолком. Либо цветы, где-то висящие под потолком, чтобы ни при каких обстоятельствах хорь не мог туда добраться, потому что у них инстинкт там, то есть они копары. Не для того, чтобы что-то выкопать, им просто нужно копать. У нас одно время стоял большой лоток с землей. А как они с лотком, вообще, со своим, куда вот в туалет ходят? Вот с лотком, который, куда они ходят в туалет, не используется песок, используются вот гранулы прессованные. Они не трогают? И, ну, свежий лоток нужно обязательно разбросать вот везде. Но когда это собирается, там, потом второй приходит, надо разбросать, собрали, все нормально, все хорошо. Чудо. Оль, какую музыку любишь? Знаешь, я думала вот о том, какую люблю я музыку. Я здесь, наверное, буду совершенно не оригинальной. Были все этапы. Когда-то была попса, был и рок, и много всего в силу семейных обстоятельств. Я, ну, не то, что вынуждена, да, но мне пришлось там очень близко познакомиться с джазовой музыкой. Но для меня все-таки самая-самая любимая музыка, вот если нужно подумать или вот какая-то работа, да, за компьютером такая вот, какая-то вот монотонная, чтобы был фон, я слушаю Стинга. Я знаю все его песни наизусть, во всех вариациях, в любых обработках. Я его угадываю с трех нот, буквально с середины песни по басу, да. Но если нужно много энергии, то есть если делается что-то дома или куда-то вот нужно активно идти, это Вивальди 4 сезона. У меня несколько вариантов самых известных симфонических оркестров мира. Они все совершенно различаются, они совершенно, ну, разные исполнения. И вот, а если собрать это все вместе, есть такой замечательный композитор французский, Жак Лусье. Я его называю Лусье, ну, его как бы в транскрипции на русский язык называют Лусье. И он знаменит тем, что он, у него есть свое трио. Ты послышал о нем что-нибудь? Нет, я вспоминаю. Ну, тогда вот я думаю, что будет, ну, не то чтобы домашнее задание, но для тех, кто ищет что-то новенькое, это будет самое о том. Рассказываю. У него есть свое трио, это ударная и бас, и хайонина, да? И его фишка в том, что в джазовых обработках с импровизациями вот трио исполняет Баха и Вивальди. Ну, там много, собственно говоря, он там, ну, там есть чего послушать. И я счастлива, что, ну, я его считаю величайшим музыкантом. Там волосы. Вот, нынешнего времени. Нет. И в чем, ну, для меня, вот, счастье, что он еще живой, и он продолжает творить. И его, то есть он, как оказалось, пишет собственную симфоническую музыку, что не так часто встречается в нынешнее время, именно симфоническую. И когда я первый раз услышала у него такой двойной альбом из двух частей, Анкор, он француз же, да, и Анкор, то есть еще. И я просто, честно говоря, вот что-то подступила, вот, знаешь, аж слезы подступили. Для меня вообще хорошая или плохая музыка у меня вот здесь вот находится где-то, датчик, если вот проходит холодок, да, и волосы шевелятся именно на затылке. То есть это может быть даже какая-то там, ну, может, не совсем такса, но что-то вот такое популярное, и тут вдруг понятно, что да, это музыка. Я очень рекомендую. Вот, видите, значит, мы определились. Животные, музыка. Между прочим, с завтрашнего дня же все, не будет такой жары. Я же к чему и веду, по поводу повода. Да, я вон уже в курточке с соплями, все нормально. Сегодня до 27 обещано, завтра до 20, а послезавтра до 16. То есть все уже пошло на спад. Ну, на выходные там, может быть, еще будет 25. Ну, еще побили этаж, по идее. Мы собрались на речку, должна быть хорошая погода на выходные. Ну, ты все время ходишь. Сегодня спешите, потому что там уже. Я купольный сезон, между прочим, открыла 29 августа. Я все летом, ну, не было у меня возможности. Я не люблю вот этой толпе в грязи, когда на вот таком пляже вот так людей. Я предпочитаю тишину, покой и прохладная вода. Это дополнительный бонус. И еще одно событие, два события, три события, неважно как. Сегодня дни рождения. Знаешь, у кого сегодня день рождения? У нашего друга. Недавно она у нас была в гостях. Юлия Сторожева. Ой, Юлечка, с днем рождения. Юляша, с днем рождения, я тебя поздравляю, здоровья. Да, в Фейсбук великая штука. Он нам открывает много тайн. Юля, будь счастлива. Во, самое главное. И есть еще у меня такой друг, с ним подружился на Фейсбуке, с ним подружился на разных общественных мероприятиях, Сергей Бойков. Я не скрываю, это мой друг, хороший друг. Я ему помогаю, он мне помогает. Серега, с днем рождения, здоровья тебе и сил твоим. Ты выбрал путь очень тяжелый. Тоже общественник, в бюджете участи принимает участие, что-то там свое придумал уже. Надеюсь, у тебя все получится и все будет так, как ты хочешь. Днем рождения и успехов. И всех с добрым утром, удачного дня. Хорошего, позитивного вам дня. И хороших, милых, добрых вот таких вот друзей. Да, друзей. Субтитры сделал DimaTorzok